Я хочу вас поприветствовать при записи, потому что мы обещали в прошлый раз, что мы сделаем запись, чтобы потом каждый участник нашей встречи мог себе на память ее получить. Приветствую вас. Приветствую вас. А скажите, пожалуйста, кто у нас в прошлый раз вот был и говорил, что он уже омолодился, помолодел, теперь он и бегает, там кроссы какие-то, и все что-то там делает, и начал вторую жизнь жить, и говорит, за столько лет, сколько я жил, я такого состояния легкости не чувствовал, и вдруг открыл. А, да. Его совершенно нет сегодня. Ну, ничего страшного, у нас другие молодые есть. Да, конечно, все молодые, слушайте. Вот я хочу, чтобы сначала представился ваш руководитель, специалист, который работает с вами и помогает вам, потому что он мой ученик по этой теме, раз, а во-вторых, надо, чтобы он запечатлелся на записи. Давай. Правильно? Правильно. А раз вы, которые накопили в жизни уже такой богатейший опыт, были там в таких тяжеленных временах, в Ленинграде, блокады, все это, все это пережили, у вас же колоссальный опыт, но мы же должны вас сохранить. Правильно? Правильно. А что же одним способом? А молодец. Да, да. Чтобы у вас получилась вторая жизнь, как второе дыхание у спортсмена. Давайте, Виктор, коллега, давайте выступите, два слова скажите про себя и про вашу группу. Значит, мы работаем уже порядка трех-четырех, три выпуска сделали, это сегодня третья группа, но среди них очень много, которые уже были на нашем прошлом занятии. Они занимаются, есть потрясающие успехи. Как тебе она зовут? Лариса. Лариса потрясающие успехи. Она пришла месяц назад, у нее не поднимались руки. Сегодня провожу в обед занятия. Она первый раз появилась спустя два месяца? Да. Два месяца, я ее не узнаю, у нее руки летают, она качается вовсю. Ну, интересно. А сколько вам лет, Лариса? Почти 68. Молодец какая. Послушайте меня, сколько вы хотите, чтобы у вас было? 120. До 120 хочет. До 120 это жить, а я имею в виду вот сейчас 60 лет, сколько вы хотите, чтобы вы чувствовали? А сколько чувствовали? А я на 40 чувствую. На 40 чувствует себя. Молодец какая, молодец, молодец. Вот так, дальше поехали, дальше поехали. Значит, эта красавица у нас потрясающая. Мы с ней еще в ботаническом саду на улице. У нас недалеко ботанический сад. Мы выходим туда и занимались тоже группой на воздухе, делали ключ. У нее потрясающие возможности в плане энергетики. У нее руки летают просто изначально. Я даже ничего не надо было не ей подсказывать. Летали и все. И сама она качалась, уходила в такие космос такой, что просто фантастика. От природы. И ничего не в день не зашат. А сколько вам лет? Через месяц 86. Ну, молодец какая, молодец какая. Я хочу вам сказать одну интересную вещь. Сейчас определили ученые, ученые определили. И уже есть публикации, что вот брали человека, например, которому 90 лет. И он неделю находился в тех местах, в которых он был, когда ему было 35. И в тех местах недели он был. И потом увидели, что у него состав гормонов меняется, состав крови меняется, кожа меняется, глаза меняются. То есть он омолаживается. Потому что он, эти ассоциации, эта память начинает пробуждаться. Мы как раз это пробуждение можем делать с помощью метода ключ. Потому что где мы сейчас те условия создадим, которые были у вас, когда вам было 35? Уже условия все поменялись. Ну, память человека живая, но чтобы она включилась, активировалась, как говорят в компьютере, чтобы она активировалась, нужен ключ. У нас этот ключ есть. Поэтому вот в прошлый раз я, когда встречался с вами, мне как раз вот этот человек рассказывал, что он впервые в жизни за столько лет, сколько ему лет? 91. 91. Что он рассказывал, Виктор? Скажите, коллега. Он рассказывал, что когда он бежал утром, делал пробежку, вдруг на каком-то километре, значит, у него при помощи идиомоторного вот этого движения однообразного, у него это открылось как бы не второе дыхание, а пошли светлые мысли из детства прямо. И мы вспомнились фамилии одноклассников, которых уже, может, и в помине нету, 50-70 лет же прошло. И все эти пошли детские воспоминания. Первая любовь пошла, первый поцелуй. И вот это его, он пришел весь побритый, в новой рубашке, весь такой надушенный, элегантный. Даже поменялся, правда же? Да, да. Да, потому что все меняется, мир ощущения меняется, ты становишься моложе. Ты становишься моложе. Вот мне, например, никто не верит, что я перенес операцию очень серьезную, семь с половиной часов меня резали шею, и там вместо позвонка у меня теперь там металл, и что я упал на голореде, семь с половиной часов наркоза, что я инвалид глубокий, у меня, значит, мелопатия, я не могу ходить на улицу, я вот только могу работать. И мне никто не верит, что я инвалид такой тяжелый, потому что вот если люди падают, и там позвонок там или там что-то такое, вот дикуль наш великий, могучий там, встал потом на ноги, но у меня спиной мозг порван. Спиной мозг, позвонок улетел и разрушил. То есть там вот некротизация спинного мозга, это ничем не восстановится. И вот поэтому я ключом восстановился. Мне никто не верит, что я инвалид. Никто не верит, потому что они говорят, слушайте, вы такой улыбаешься, такой красивый, такой мужской парень, такой красивый. И все девушки мне говорят, да вы же еще молодой. Да какой молодой? Мне уже через два года 70 лет. Такой молодой. Я рисую, стихи пишу, я пишу книги. Вот сейчас последняя моя книга новая, которую я пишу. «От страха к свободе». Как человек может снимать стресс и выходить к своему собственному желанию на состояние легкости и полета, и в этом состоянии испытывать такое чувство вдохновения. Вы знаете, вот это состояние, когда ты хочешь любить Вселенную, у вас это такое было, наверное, в какие-то моменты, да? Вот если вы бежали, бежали, например, кросс какой-то, вот уже дыхания не хватает, а в какой-то момент вы его сами себе пересиливаете, и дальше бежите на автомате, и кажется, что можете целую планету пробежать. Вот такая легкость. А некоторые люди эту легкость, они получают, когда выпьют. Да-да-да-да. Вот Виктор Некрасов, известный писатель в своем романе «В окопах Сталинграда», написал еще такую вещь, когда уехал в Париж, «Взгляд и нечто». И там он спрашивает у одного мужика в ресторане, «А почему люди водку пьют?» А тот ему говорит, понимаешь, Витя, душа требует. То есть душа требует открытия, раскрытия. Душа, вот люди, которые все время зажаты, зажаты, они хотят расслабиться, снять этот мундир себя, который уже в кожу впитался, сапоги, которые давят. Это потому, что, ну, часто люди не находятся в свободном состоянии. И тогда они бухают. А мы, а мы раскрепощаемся с помощью приемов ключа. С помощью приемов ключа и выходим на это состояние легкости. Поэтому мне никто не верит, что я инвалид, понимаете? Меня постоянно привлекают там. Звонят, давайте приезжайте на эту научную конференцию, давайте на эту... Я говорю, я не умею ездить. Как это вы не умеете? Я на осень ухожу. Да как это? Да вы, наверное, там. Они думают, что я вору, понимаете? Они просто не знают, что я... Микродозами, микросекундами я делаю приемы ключевые. Это очень новые вещи, которые я разработал в самые последние годы. Именно потому, что я упал. Я не мог уже делать полчаса физкультуру. Я не мог уже делать пять минут. Я могу делать только секундами. Я хочу вам это подарить. Я могу делать только секундами. И благодаря этим секундам я в таком состоянии. Я легко себя чувствую. Я рисую. Посмотрите, какие картины. Поверно мои картины, нет? А это я крещение рисовал. Видите, она свечу держит. Это космос. Космос над нами. Видите, звезды. И она в задумчивости. Это космос над нами и космос внутри нас. Вот этот космос как раз-таки душа. Душа требует. Я вот в свое время после пожаров в Нижегородской области там у меня были, ну, те, которые уже все потеряли, там и все прочее. Там всех собрали. И там на базе дома пионеров, бывшего дома пионеров. И там все собрали. И там были тоже и дедушки, и бабушки, и дети были. Много было, много людей. И вот я что заметил. Те люди, которые из стресса вышли, они могли со мной спокойно разговаривать. А те, которые были в стрессе. Вот, например, у меня весь зал делал там разгрузку. Вот так просто делал. Вот так делал, стоял, делал. Потому что это самое простое, что человек может в стрессе делать. Самое легкое. Вот он делал. Я одновременно буду рассказывать. И сейчас вас научу. Он вот так делал, делал. Весь зал делает. Потому что они все в стрессе же. У них все дома сгорели и так далее. Вот в этот момент, в этот момент их начинает отпускать. И у них появляется в крови, в крови появляется эндорфин. Это эндорфин, это вещество природное. Природное вещество. Которое заменяют водкой. Вот у них появляется эндорфин. Улыбка появляется. Улыбка появляется. Дыхание освобождается. И они начали с собой друг с другом разговаривать. И уже весь зал вот так делает. И вдруг, ну кому как удобнее. Один вот так делает, другой по другому. Ну повторяемые движения такие. Я сейчас вам покажу. Вот значит друг эндорфин, розовые щечки. А вот смотрю, одна женщина сидит там. А я говорю, солнышко, а ты чего не пробуешь? А она вдруг на меня посмотрела и говорит. А чего это вы со мной на ты разговариваете? Понимаете в чем дело? Вот они, они, которые раскрепостились. Они готовы тебя любить. Они тебя уважают. Они хотят творить. Они хотят созидать. Они хотят друг другу хорошие слова говорить. А кто в стрессе? Кто в стрессе? Он чувствует дистанции. Агрессии. Что на него как бы нападают. Потому что стресс это такое явление. Это перенапряжение. Перенапряжение. И тогда у человека нервная система, как струна, дожит даже от форточки. Вот что ему не скажешь, он сдрогнет. Что ему не скажешь, ой, у него больно. Что ему не скажешь, поэтому тот Виктору Некрасову говорил. Понимаешь, душа требует. Чего? Вот этой любви, вот этой свободы. Чтобы человек человеку... А что, когда человек выпьет, он говорит? Ты меня уважаешь? Правильно? Вот что, свобода души. Свобода души. Требует любви. Поэтому, когда человек снимает у себя стресс. И она потом... Я подругам ее сказал. Ну, скажите ей, пусть она выйдет. Ну, пусть стресс снимет. Она тоже стресс сняла. А потом я ей говорю, лапочка. Она говорит, лапочка. Это интересно, правда? Так вот, когда мы делаем вот такие упражнения... А вы делали же такие упражнения? У кого получается, что он в ритм ходит? Вот когда делаешь в ритм ходишь, и там начинает то, что тебя волновало, меньше волновать. У кого так происходит? Поднимите ручку. Ага. Ну, вы можете в двух словах рассказать, как это, какое ощущение там возникает? Ну, расскажите. Ну, у меня, например, если действительно была неприятность у меня, как раз вечером, и мне нужно было что-то снять. Но мы уже ключом занимались с Виктором Афанасьевичем. И я встала, то же самое. Действительно, вот только одно движение у меня могло вот это быть. И я стояла, стояла, мысли уходили, уходили постепенно. Это пять-десять минут шло. И в конце у меня такая светлая голова, всё ушло, и мне было так хорошо. Я успокоилась, думаю, нормально, с этим вопросом решим. И я спокойно бегла спать и уснула. Действительно, могла бы и вообще не спать после такого у меня там получилось. И я уснула, четыре часа проснулась. Думаю, хорошо. А ну, опять как бы вернулась. И я как бы тихонечко тоже встала, ну, немножечко полежала. Ну, и как бы для меня, видимо, хватило отдохнуть на этот период. Вот очень хорошо повлияло именно вот эти движения. О, спасибо. А ещё кто-нибудь расскажет? Мне важно вот это состояние, состояние, чтобы вы описали в двух словах. Вам сколько лет? Вам сколько лет? 70 будет. Ой, ты какая хорошая. Семьдесят. Какая красивая девушка у нас. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вы знаете, вот после вашего сеанса, в этот раз, да, у меня вот тренинг. Это у нас занятие, это у нас занятие, практическое занятие, это не сеансы, потому что здесь нету внушения, здесь никто вам ничего не внушает, никто с вами психоанализов не производит, никто ничего этого не делает. Вам просто дает самую современную микрофизкультуру, самая современная синхрогимнастика с элементами разгрузки и ключевыми элементами идиомоторных приёмов. Это суперфизкультура, современная физкультура, это не сеансы. Так. Занятие. Нет, неделю назад, когда вы приехали, у меня, ну, конечно. Ну, тихо, успокойся. Что-что? Вот-вот-вот, пусть плачет, пусть плачет, пусть плачет. Вот смотрите, я хочу, чтобы вы научились. У человека всегда внутренний конфликт, из-за этого возникает напряжение. У него состояние надрыва, и ей хочется заплакать, потому что, когда она о чём-то думает, а человек всё время вынужден держать себя в форме, и у него напряжение растёт. Когда он делает разгрузку, у него могут быть все слёзы и выкатятся. И когда человек делает разгрузку, чтобы освободиться от всех напряжений, которые за месяцы накатились, слёзы пошли, надо плакать. Захотелось потрястись, надо потрястись. Захотелось подремать, надо подремать. То есть надо всё, то, что происходит, пар, выпустить. И вот она вот только вспомнила чего-то и уже заплакала. Она готова, готова вот сейчас, чтобы плакать, а вот во время разгрузки это как раз нужно. Что происходит, то и происходит, ничему не мешать, ничего в себе не останавливать. Захочется плакать, плачьте, захочется танцевать, танцуйте, захочется петь, пойте. Потому что это кусочек свободы. Разгрузка и восстановление может быть только, когда кусочек свободы. Поэтому давайте, не стесняйтесь, плачьте, говорите. У меня рука не поднималась. У меня был перелом плеча. И рука не поднималась. Всё с треском, с таким. А когда? Ну вот неделю назад у меня всё хорошо. Теперь я могу поднять без... Молодец. Можете, скажите, не могу. Можете, скажите, могу. Ключ делаешь? Делаю, делаю ключ. Делает ключ каждый день. В смысле, с синодетом. Поднимали, сколько вы сейчас поднимаете? Каждый день. Теперь хорошо. Молодец, молодец. Молодец. Послушайте, послушайте. Я вам сейчас скажу интересную вещь. Мы все в детстве, все в детстве играли. Играли. Как мы играли? Когда мы играли, мы думали, о чём и думается. И делали, как делается. Помните, девочки играли маму, что мама ходит куклу, там ребёнка качает. Вы, когда были девочками, вы играли тоже. Даже куклы не было, а вы вот так брали руками, и как будто ходите по комнате и качаете. Правильно, да? То есть вы играли роль мамы. А мальчики играли там, танкистов, лётчиков, моряков. Я помню сам, когда был маленький, сидел под столом и рулил самолётом. Ну, рулил самолётом. Был в образе роли, понимаете? Я вот не просто рулил. То есть что я хочу сказать? У меня был образ. Образ в голове, что я лётчик. Я мечтал. Образ был, что я рулю. Но при этом я и рулил. А при этом я ещё и подвывал. О-о-о, как будто самолёт гудит. Понимаете? И я входил поэтому в образ. Так вот это и была свобода. Когда ребёнок играет, он думает, о чём думается. И делает, как делается. Он не на экзамене. Он играет. Поэтому, если мы делаем, как мы делали в детстве, мы выпускаем все эти напряжения и восстанавливаем молодость. Я вас просто хочу научить, чтобы вы поиграли, как вы играли в детстве. Но играли каждой свою роль, а не чужую. Вот в театре говорят, какую роль играть. Если режиссёр нашёл роль под актёра, и режиссёр, и актёр довольны, и вся общественность довольна. Совпадение роли с человеком. Шикарные роли, да? А у нас надо ещё большую роль подобрать под себя, которая моя роль. Как ботинки моего размера. Поэтому мы сейчас кое-что это сделаем. Вы знаете базовые приёмы. Мой коллега Виктор вам показывал. Это шалтай-болтай. Это тоже мы делаем с детства. Дети все делают. И, кстати говоря, аутисты все покачиваются. А в психиатрической больнице сидит там человек. И вот так вот делает. Почему? А то же самое идёт, когда человек молитву читает. А евреи все читают Тору свою, вот так покачиваются. То есть это покачивание, покачивание – это повторяемое движение, которое снимает напряжение. Просто люди это делают непроизвольно, инстинктивно. А когда вы делаете это сознательно, сознательно, вы получаете уже гарантированный эффект. И вы знаете, для чего вы это делаете. Вот теперь слушайте меня. Вот это вы знаете. Полминутки начнёте делать вот так. А потом, потом вы начинаете трясти коленками, как будто вы на коне скачете. Добавляете хлёст руками по спине. Потрясли щеками, потрясли щеками. И потом пробуйте, чтобы руки пошли. Представьте себе, что вы птицы, полетели. Вот смотрите, я трясусь вот так, да? И одновременно руками трясу. И одновременно представляю, что руки пошли. А потом переходим к игре. И каждый начинает играть. Руки опустим. Вот сначала такую сделаем разминку. А потом руки опустим. И кто себя каким будет воображать. И подключать движение. Вот я буду, например, представлять себе, что я арбуз ем. Я буду держать в руках арбуз. Я буду вот так держать. Вот вы знаете, один человек вот так я его учил. А ты представь себе, что ты арбуз ешь. Он взял вот так арбуз, начал есть. А потом говорит, подожди, раз-раз и стал вытирать. Я говорю, что ты делаешь? Ну потекло же, говорит. Потому что я же и актеров учу, понимаете? Чтобы они раскрепощались, чтобы быстрее в роль ходили. А потом, чтобы быстрее выходили. Ну, мы об этом в следующий раз поговорим. Давайте сейчас немножко то, что вас Виктор обучал. А потом мы добавим игровой момент. Давайте, поехали. И будем молодеть. Да, поехали. Стоя здесь. Сначала шалтай-болтай, стоя, да. Одну минутку делайте. Шалтай-болтай. Будем омолаживаться. Сейчас я скажу, как по науке это называется. Когда вы начнете играть роль вас, самих собой, себя, которыми вы были в детстве. Которыми мы были в детстве. Вы представляете себе, что это такое? И разбужаете свою память, если можно так сказать неправильно. Но вы понимаете, о чем я говорю. Активируете память. Активируете память тех лет, тех месяцев, тех дней. Вы когда будете играть как в детстве, подключая к воображению своему движение, Чем это отличается от обычного случая, Когда человек просто вспоминает детство? Он сидит и вспоминает. Это одно дело. А когда он вспоминает лучшие моменты детства, Лучшие моменты. И сопровождает это воспоминание действиями. Он полностью воспроизводит ту ситуацию для всего организма и мозга, У него включается эндорфин, о котором мы говорили. И у него начинается омоложение. Реально, в каждой клетке организма Начинается изменение обмена веществ. И если вы один раз в день 5 минут будете так омолаживаться, Через неделю-полторы-две вы заметите, Что у вас даже волосы станут темнее, Если они были раньше темными. Так, молодец какая. Давай, поехали. А теперь давайте потрясемся, Как будто на коне скачем. Так. А теперь давайте добавим хлест руками по спине. Молодцы, молодцы, молодцы. А теперь попробуем остановиться. И проверим ключевой стресс-тест. Задумаемся, что руки расходятся, И посмотрим, как они быстро идут. Если хлопок качивается, Отпускайте себя на волну покачивания. Пускай покачивает, пускай покачивает. Как будто вы в вагоне едете. Ножки поэтому пошире надо было сначала поставить. Но раз Виктор вас уже учил, Вы уже знаете. Вот молодцы. А теперь по ходу представьте, Что корпус стрела вместе с руками Делает поворот вправо. Начинает разворачиваться. Не механически поворачивайтесь, А мечтайте об этом. И оно пойдет, не волнуйтесь. Чем это отличается от обычной физкультуры? Что мы делаем все механически? А здесь мы воображаем действие, И оно включается рефлекторно, автоматически. Вот, 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 вот. Это идеорефлекторные приемы. Метода ключ. Вот, вот, покачивает. Ой, как хорошо пошло, как хорошо, пошло, как хорошо. И запоминайте, чтобы потом сами делали. Вот, вот, я в данном случае как инструктор физкультуры. Смотрите, как хорошо слушать. Вот уже развороты пошли. Ну да, 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 да. Вот у кого быстрее идет, тот больше быстрее молодеет. А это на самом деле так. Болячки, они прямо отваливаются. Даже, вы знаете, очень серьезные болячки отваливаются. Потому что здесь вся психосоматика отваливается. Где-то что-то много в лесах. Да, да, молодцы. Видите, как оно пошло, пошло, пошло. Молодцы. А теперь мы начинаем восстанавливать нашу молодость. Кто, во что любил играть в детстве? Кто, во что любил играть в детстве? Например, кто-то любил холохоп крутить. Крутят холохоп. А кто-то любил прыгать через прыгалку. А кто-то любил в школе по канатам лазить. Вот так по канатам в спортзале. Да, в спортзале. А у меня была одна женщина. Она говорит, я так любила дома стекла мыть. Я говорю, как это стекла мыть? А она стала показывать. Вот так она моет стекла. Вот, говорит, вот здесь стекло, представляете? А я мою, мою, мою. И она раз в ритм вошла. В ритм вошла. И говорит, прямо мне хочется продолжать и продолжать. Вот поэтому, когда мы играли, мы в ритм ходили. Когда мы в ритм ходим, у нас снимаются нервно-мышленные зажимы. Освобождается энергия. Эта энергия освобождается. Появляется море энергии. Она расточается на людей потом, как обаяние. Да, да, кто как нравится. Кому как нравится. А мужчины, если спортом в детстве занимались, кто боксом занимался, может вспомнить, он дома бой с тенью производил. Помните бой с тенью? Это прекрасное упражнение. Потому что он там думает, о чем думается, и делает, что делается. И это создает у него взрывной эффект эндорфинов. Вот, 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 вот. А кто-то ходит. Смотрите, что вы пошли. А кто-то рулит. Там рулит кто-то. Вот смотрите. А кто-то на коне скачет. А кто-то на лодке гребет. А кто-то плавает. А кто-то танцует. Кому что нравится, вспоминайте. Вот вспоминайте. В детстве, что вы... Вот, вот, посмотрите, посмотрите, как он поплыл. Как он поплыл, как он поплыл. Молодец какой, а. Да, да, да. Кому как нравится. Играйте свое. Мы сейчас оживляем прежде испытанный в жизни счастливый опыт. Его воспроизводим в новом назначении. Для того, чтобы нам наше детство помогало жить сегодня более здоровыми, более счастливыми. Детство – это наша память. Поэтому надо в нашей памяти найти участки счастливого детства. Поэтому каждый опыт, который человек испытал в жизни, можно потом воспроизвести с помощью ключа. Вот этого подхода, вот этих приемов, играть детскую игру, которая подходит лично вам. Вот, вот, молодец какая. Ну, 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 посмотри, красавица, ну, красавица. Я хочу нашего уважаемого Этуша завлечь в эти уроки наши. Этуша же у нас, который такой великий наш народный артист, которого все любят. Ну, Комсомолка там, помните, да? Да, я знаю. Кавказская педагогица. Да. Ему 95 сейчас. Я его жене Елене написал записку, что я ее не знаю, но мы встречались с Этушем. Я проводил занятия для его студентов в Щукинском училище. И они там летали с помощью этих приемов, прямо летали. Там, говорит, такая, говорит, открывается Вселенная, отрывает от всего земного, от всей бытовщины, от всех неприятностей, от рутины, от скандалов, от всего отрывает. И там уже можно, говорит, сосредоточиться на главном. А я спрашивал у них, у студентов, на чем главном выставил. Ну, например, на роли. Ну, они же в Щукинском училище. Я ей написал записку, хочу помочь Этушу. Потому что я вообще занимаюсь тем, что сохранение здоровья и творческого долголетия великих людей планирует. А вы теперь у меня тоже в программе. А мы с Виктором работаем в этой программе теперь вместе. Виктор, я вас записываю туда, коллеги, в нашу программу. Сохранение творческого долголетия великих людей планеты. И всю вашу группу. Спасибо. 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 Потому что если то, что вы сейчас осваиваете, вам позволит жить долго. И кроме того, что просто там хорошо себя чувствуют, нет. У нас вот школа Homo Futurus, человек будущего, которая стремится сохранить на планете людей, которые уже накопили опыт большой, которые вот мудрые, которые хотят поделиться этим опытом. Их сохранить, чтобы лучше было наше будущее, чтобы наши дети на этом учились. Школа наша Homo Futurus, человек будущего. Так там не только то, чтобы вы, человек, стали себя лучше чувствовать и руку лучше поднимать. Нет. Открыли в себе затаённые таланты, которые были, у каждого человека есть таланты. Ну, которые вот никак человек до этого рукой не доходили. Ну, или он не знал об этом, или он думал, что это по-другому бывает. И даже и не пробовал. Чтобы эти таланты открылись. И он начал заниматься любимым делом. Заниматься каким-то творчеством. Вы знаете, в нашей школе Homo Futurus, человек будущего, сколько людей стали рисовать, они стали писать стихи, они стали вот такие вещи делать. Рекорды делать всякие там спортивные. У нас есть даже инвалиды. У нас есть инвалиды, чемпионы мира. У нас есть инвалиды, которые в три раза чемпионы мира. У нас есть такие люди, которые пользуются этим методом ключом. Не только для восстановления, но и для развития своих способностей. Да, ну и ещё дополнительно к тому, чтобы... Ну, вы же понимаете. Представьте себе Льва Николаевича Толстого, который вышел на пенсию. Ну, он идёт и думает, где же мне теперь работать, да? Ну, раз такое может быть. Он же знает, чего он хочет, правильно? Ему всегда времени не хватает, потому что у него столько идей, столько планов. А у нас некоторые люди такие. Вот на пенсию вышел, не знает, чем заняться. Правильно? Вот давайте я ему говорю, откройте свои способности. А что это такое? А как это что? Мы же в детстве о чём-то мечтали. И у нас это было. Мы всё это сейчас будем с вами восстанавливать. И у вас это восстановится. И у вас появится потребность не только там стихи писать. Не только рисовать. Творчество. Это не значит только петь, танцевать или играть в кино. Нет. Творчество это вообще думать. Потому что человек с латыни, если переводить, хомо сапиенс. Человек разумный. Это думать. Творить это, созидать это. Искать решения сложной проблемы. Наиболее простое эффективное решение. Это вообще расцвете творческих качеств. Да, да, да. А там вы и приложение прикрываете. Ну, там поймёте, о чём мы говорим. Я думаю, мы с вами ещё раз встретимся. Нет? Обязательно? Да. Ну, ну. Делайте, делайте. Ну, давайте, поиграйте в игры. И вспомните, я вам даю домашнее задание. Кто-то любил. Кто-то любил мячик. Кто-то любил волейбол. И вы, когда сделаете разгрузку, запоминайте. Сделали разгрузку одну минуту. Поскатали на коне. Поплавали. Потом вот так вот вибрируете руками. Представьте, что руки расходятся. А потом переходите на игру. Кажет свою роль. Что вы любите. Мечтайте, что вы летаете на самолётах. Мечтайте, что вы чемпион мира по плаванию. Что вы хотите. Пять минут поиграйте. Каждый день. Потратите на это минут пять-десять. И через две недели встречаемся. И вы нам расскажете и покажете, что произошло. Ну, пять минут в день. Ну, что это такое? Ну, наша же задача какая. Восстановить свою юность. Объективно омолодиться. Хотите сдавайте там анализы крови, пожалуйста, и гормонов. Они научно доказаны, что они восстанавливаются. Хотите, сфотографируйтесь. И измерьте вес. Чтобы через две недели себя же вот так вот так посмотреть и сравнить. Всё должно быть как документ, чтобы вы видели, что у вас это работает. Понимаете? Да, 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 да. И потом, через две недели мы встречаемся, вы мне всё рассказываете. Я говорю Виктору, коллега, коллега, посмотри, что ты сделал. Молодец. Каких людей ты воспитываешь, омолаживаешь. Только смотри, не доиграйся, они станут такие молодые, маленькие, маленькие. Что-то... Задержу. Я с детства упаду, да. Я шучу, я шучу. Азей Маргалинович, у них, значит, не две недели, а три есть в запасе. Значит, в конце месяца. Давайте вы мне позвоните, вы мне позвоните, когда вы готовы. Да, хорошо. И потом я всех приглашаю в школу Homo Futurus, человек будущего. Всех приглашаю. Виктор же, вы там же и участник, ну. Да, да. Пусть пишут, пусть все пишут, что хотят, как они там занимаются, чтобы вся планета училась. Мы же учим всех, такой школы в мире нет. Хорошо. Вопросы есть? Картина нравится ваша. Спасибо. Покажите еще раз. Еще покажу. Это же... Нет людей без зависимости. И когда зависимость хорошая, это счастье. Когда зависимость плохая, это тупик. Я создал себе эту зависимость. Писать книги и писать картины. А видите, у меня там сколько книг, там это я... Видно, прекрасно видно. А, еще так. Вон там еще. Вон там еще. Чтобы вы знали, чтобы вы знали. Всегда хорошо, когда школьник знает, и учите кто. Понятно. Я вас обнимаю, целую. Виктор. Да. Коллега мой, обнимаю, занимаюсь очень благородным делом. Редким благородным делом это дарить людям радость, дарить людям настроение. И сейчас они будут создавать у себя омоложение и раскрывать нераскрытые еще способности. Это очень правильно. До встречи, друзья. Спасибо. Спасибо.